Друзья, привет! Мы не в ванной, но в коворкинге в Киеве. Со мной Вадим Курила, автор блога Курила Про. Вадим масштабно занимается пабликами в фейсбуке, траптом с фейсбука и его монетизацией на аксенсии. Так что сегодня об этом и поговорим. Предлагаю поделить в целом интервьюшку, разговор на две части. В первой можем поговорить о том, как сейчас можно хорошо привлекать трафик из фейсбука, а во второй, где в первую очередь, где, в каких странах, на какой регион лучше работать в плане аксенсии? Смотри, если мы говорим про фейсбук, здесь есть там пару направлений. Мы не говорим про таргет трафик, там все понятно. Первое – это развлекательные сайты, то есть примет того же ADMI, маркетинг и других. Когда просто подбираются вирусные статьи, публикуются там через органический трафик, репосты, идет трафик и таким образом. Это первый способ. Второй способ – это появилось где-то года полтора назад, это всевозможные тесты в фейсбук, когда человек просто заходит на «какая ваша страна по жизни?» Нажимают логин в IT через фейсбук, тянется его аватарка, тянется через API его имя и фамилия, и рандом он подставляется какая-то страна. То есть это все относительно честная история? Ну, как я знаю. Но людей завлекает вообще. Ну, люди изначально, когда только появилось, люди думали, что там реально может кто-то анализировать, особенно если это тесты. Ну, не какая вы собака, там приколы все. А если там, кто у вас раньше был тест, хорошо шел, кто у вас тайно влюблен, и люди думали, что реально там кто-то анализирует как-то своих их там друзей, предпочтения и так далее. Ну, в большинстве случаев это просто тоже рандом все выносится. Вот, и данные хорошо шли, ну, когда появились. Сейчас уже чуть людям надоели, она тоже иногда достреливает. Ну, то есть они просто сейчас на спаде из-за того, что нету интереса аудитории? На спаде, потому что, понимаешь, когда это... Или фейсбук начал как-то хуже это ранжировать? Ну, там в фейсбук, там меньше роль фейсбук, большая роль в том, что когда это появилось, там есть какие-то определенные там самого стандартные темы, которые всегда работают. Любовь, там успех, бла-бла-бла, да? Похудивили. 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 Похудивили тест, кто у вас влюблен тайно. Вот люди его начали, о, прикольно, прохожу, там поржу. Ну, через год, когда уже этих тестов 100 появилось, проходили 101, то же самое там, не знаю, про успех и так дальше, там, кем вы будете через 5 лет. Ну, сначала пришел, прикольно там поделился. Ну, ты не будешь этим делиться каждый месяц постоянно с новым тестом. Ну, модель такая, что человек с фейсбука переходит на сайт, то есть, непосредственно в тест уже он проходит на сайте, и потом заключительную финализацию он делает шары, да? То есть, шары на своей стороне. В чем смысл? Делается сайт, там самописан, так нет движения, движков общих. Ну, несложно, делается там. То есть, он минималистичный, да? Да, там на Bootstrap, там, дизайн быстро делается, то есть, там, ну, как это выглядит, грубо говоря, есть админка, в которой там забито имя там теста, ну, название, и 5 вариантов ответа. А на сайте вам как выглядит? То есть, это просто текст, минимум внимания на другие элементы и реклама, правильно? Да, страница, то есть, как бы, допустим, страница, здесь, там, картинка самого теста, там, каваса сторона, кнопка логин через Facebook. Ну, и сбоку, там, рекламу подоставлял себе. Человек кликает логин через Facebook, вошел, мы тянем его информацию, которая нам нужна. Допустим, это, ну, стандартно, это имя, фамилия и аватарка. И с помощью этой имя, фамилии и аватарки генерируем свою картинку с одним из этих пяти ответов, которые были вбиты в админке. То есть, мы можем, грубо говоря, если мы вбили в админке, там, 5 стран, ваши 5 стран, да, там, Франция, Италия, Испания. И они тоже, мы вбили, когда вбивали, мы вбили картинки этих стран. И потом, когда человек логин через Facebook, там, в течение, там, секунд, дотянем его имя, фамилию с аватаркой и вклеиваем вот эти имя, фамилию на картинку, которую мы вбили в админке. И генерируем, в итоге, в одну картинку ответ. Так, понял. То есть, человек уже делится картинкой. Да, картинка ответ получается. А тут важный момент как раз. То есть, вот последний результат в тесте, он, типа, как соцзамок. То есть, он не сможет увидеть, как бы, результат без того, чтобы пошарить или нет. Или он может увидеть и, как бы, с друзьями не делиться. То есть, он, в принципе, не разочарован, но в целом, в основном, все делятся, потому что им, как бы, нравится, что там вышло, да? Ну, да. Но там процентов, может, 20 людей делятся, с ними не делятся. Но смысл в том, что ты, когда ленирируешь картинку, что ты ее и шеришь. То есть, ты шеришь с друзьями не просто тест, какая будет это, как бы там, собака, а ты шеришь именно ответ, который получился тебе. Ну, я понял, да. И то есть, чем прикол, что если бы общей, ну, общей нет персонализации. Тут нужно сделать максимально для человека, индивидуально, когда он поймет, что для него, во-первых, а во-вторых, нужно сделать так, чтобы человека похвалить, и чтобы он, ну, он был горд результатом, и он это делился. И тогда человек, когда увидел, что у тебя там, не знаю, через три года будет майбах и там дом в Испании. Ну, вот это, кстати, правильная механика в том, что надо помочь человеку выглядеть хорошо в глазах других. Потому что это нравится, ну, не знаю, по-моему, всем нравится. Просто 100% людей нравится выглядеть хорошо в глазах других. Ну да, тут как бы первое, это то, что нравится другим, ну, то есть быть крутым, а второе, это развлечение. Ну, то есть, когда приколы тоже иногда, но это должен быть там такой прикол, который всем нравится. И когда люди приходят, они шерят, как бы другие уже то же самое проходят. И у этих тестов очень прикольно, что здесь очень легко масштабироваться, и здесь нет такого, что сложно выходить на другие рынки, да? Потому что… А такой процесс, скажи. То есть, вы видите процент шеров, например, в Турции условно, да? То есть, допустим, ты запускаешь тест, ну, как бы, да, там проще, там, на русский язык, на рунет. Запустил тест, начинают, если он в Турции начинает, допустим, ты видишь по статистике там аналитикса, что сейчас заходит много людей из России. Смотришь, о, вроде начало заходить там много с Украины. Ну, потому что связи социальные, Facebook там друг друга есть. Видишь, что… Язык одной части. Пошло в Украину, там с Украины нужно чуть-чуть перебрасываться на Польшу. Ну, потому что в Украине, в Польше живет много украинцев, да? Но вместе с этим, за счет того, что здесь социальные связи, в Facebook есть, если люди живут в Украинце в Польше, там две русские в Польше, у них есть связи с поляками. Ну, кто-то из поляков есть в друзьях. И ты видишь, начинают заходить с Польши заходы. Быстро делаешь перевод, там, интерфейс. Локализируете просто. Локализация небольшая, там, пять строк перевести, да, от этого теста. Запускаешь на Польшу, и тогда можно начинать в Польше полностью охватывать. Не только те, у которых были друзья украинцы, которые видели этот тест от украинцев в себя, а и все начинают. Ну, и таким образом, одна сторона за другой охватывается. А скажи, а в Facebook есть вообще бан на такую историю? И, ну, например, по домену. Например, там понятно, что трафик уходит туда-то там, а там еще тут замок, они сейчас хотят с этим бороться. Были ли прецеденты, что вот какой-то определенный домен, да, там были тесты, вот на нем, например, по Турции делали тест. Был ли случай, когда вот забанил именно домен? Нет, домен такого точно не банят. Тем более, что есть примеры огромных сайтов по контестам, там, там, nametest.com, там еще, onevon.me. Вот, у них, у Onevon, там, по-моему, 40 миллионов в месяц трафика, то есть, там, больше миллионов в сутки. Да. Ну, на НТС, там, вообще низко миллионов. Ну, и у них по такому работают. В принципе, вот, да. Да, они полтора года уже работают, и, ну, если бы забанить, то, в первую очередь, есть баны по, ну, не баны, скажем, по соцзамоку, когда раньше часто работали соцзамок, ставили, гнали трафик. Ставили поп-апом именно, да, чтобы все понимали? Да. Который сложно закрыть. Так? Невозможно закрыть, пока ты его не лакнешь. Но есть такая еще история, что крестик появляется, там, например, через секунд 30, как правило, никто не может ждать, потому что, ну, они его сначала не видят. Ну, да, это то же самое. Ну, это да, мне тоже кажется, это то же самое. То есть, как бы, здесь есть, скажем, белый способ, да. Ну, что такое соцзамок? Соцзамок – это ты не видишь контент, пока ты что-то не сделаешь. Или еще люди, ну, потому что, когда самому приходится это делать, если нажал на что-то очень интересное, ты просто начинаешь, ну, ты за поп-апом смотреть, что там, да. То есть, ты не хочешь там лайкнуть? Да. То есть, в замоке есть, как бы, просто есть белый поп-ап с виджетом, то есть, там, подписки. Ну, у меня не было какого-то пессимизации с того, что был просто белый поп-ап, который там можно было закрыть и все. Тем более, если показываешь один раз уникальному, там, чего-то не надо. Ну, раз увидел и все. А раньше это работало хорошо, потому что, ну, Facebook не сильно боролся. И была конверсия, там, 50% переходов давали лайк странице. То есть, ну, реально там… Большое. …накрутить там… Ну, по тысяче, по две тысячи в сутки фанов легко накручивалось просто. Просто с сайта такого себе даже по трафику, да? Самого простого сайта это очень просто было. Потом он начал с этим бороться, там, поменял свои API. Сейчас уже те, кто разрабатывали соц.замок, там вроде что-то починили, но так иначе сейчас сложнее, потому что сейчас, если ты шлешь трафик на такой сайт соц.замком, сначала идет набор хорошо, все лайкают, но там, после какого-то числа, допустим, 500 лайков, там, если 30 набрал резко 500 лайков, появляется, кроме того, что ты там лайкаешь, еще кнопка «Подтвердить», то есть, как бы доп. защита от накруток, и там на ней резко падает эффективность. Поэтому иногда, допустим, ну, как решение, например, накручивать не больше, чем 500 фанов за день. То есть, ты нам накрутил, появилась кнопка, снял рекламу, она исчезла, кнопка опять ставишь, пока не фиговалась кнопка «Подтверждение». То есть, вот эта штука, как бы, систему не ломает, но она значительно ее замедляет, да? То есть, там, грубо говоря, там, не больше 500 фанов. Да, то есть, подзамок сейчас есть, работает. Но есть определенные ограничения по количеству. Да, ну тут, как бы, знаешь, та же самая простота. Раньше можно было тоже прописать в тайтле «Столько червяков». Везде там, да. По всем выходило в топ. То есть, гаечки закручиваются. Ну да, как бы, ну тут и веб-мастера развиваются, знаешь. Согласен. Тут я еще добавлю, что есть возможность, там, не просто, ну, если вы хотите, чтобы был сайт белым и была конверсия, то просто показывайте на определенную аудиторию. То есть, показывайте, не сразу человек, который зашел на сайт, вообще вас ничего не видел на вашем сайте, сразу лайкните, да? Ну, показывайте ему, там, на втором заходе, на третьем заходе, когда человек вернулся, когда уже больше вероятно, что он на это лайкнет. Ну, как бы, в любом случае, старайтесь сегментировать аудиторию и уже, таким образом, повышать конверсию и уменьшать негатив. И таким более простым форматом, не по папам, например, а там, плашка снизу мы так делаем, или в контенте снизу, там, вот, когда человек уже дочитал. Да, там, ну, самый белый способ, это когда, там, под статьей, там, понравилась статья, там, нажмите лайк. Иногда люди думают, что они нажимают лайк репоста, типа, страницы, а они нажимают лайк подписываться на странице. Ну, тоже хорошо. Ну, так, фишки делают, по-моему, еще там некоторые. Слушай, сейчас, ну, как по мне со стороны, и мы тоже пробуем что-то делать в этом плане, это видео, и многие в паблике, вот, в фейсбуке делают в разных целях, как я понимаю. Иногда видео скрывает ссылку под катом, да, то есть, там, какой-то текст, дальше идет ссылка на сайт. То есть, видео в этом случае что делает? Оно помогает увеличить охват людей? Да, смотри. Чем оно, ну, то есть, вот, сейчас очень модная история, вот это, там, топ-5 вариантов, или так, как старик там закинул сеть, а потом наловил репо, или, там. Ну, видео нужно разделять, да. Есть видео, которое, ссылка на ютуб, а есть видео, которое напрямую на фейсбук загружается. Вот на ютуб, оно не работает вообще, потому что это, фейсбук режет охваты, потому что, ну да, потому что они с ютубом соревнуются, и, как бы, не дает трафика на ютуб. Почему постится видео? Потому что, фейсбук, у него есть edge rank, то есть, своя система оценки страниц, постов, интересностей, и там несколько параметров. Один из параметров для того, чтобы, если у тебя есть миллион фанов страницы, не факт, что тебе будет каждый переход давать по 100 тысяч переходов, каждая ссылка. Может давать по 100 переходов, а может давать по 1000 переходов. И это, от этого зависит. И чем страница более живая, тем больше она получает переходов по ссылкам, которые ты постишь. Для того, чтобы поднять страницу, нужно поднимать обсуждение этой страницы. Видео дает самый большой процент охвата, лайков, репостов, коммуникаций. То есть, если ты будешь постить видео, вернее, постить в себя в паблике только одни ссылки, они будут получать по 1000, допустим, охвата. Если будешь постить видео, они будут получать по 5000 охвата, потому что это видео лучше выводится. И таким образом, если мы хотим заработать на AdSense, нужно коррелировать и держать баланс между тем, чтобы давать трафик и на свой сайт, то есть постить ссылки, и между тем, чтобы сохранять активность страницы, чтобы она не умерла, чтобы мы просто не заспамили ее своими ссылками. То есть, грубо говоря, 500% вы даете обычного нормального контента, который просто-напросто там есть, допустим, какое-то более-менее вирусное видео, понятно, что за ним ничего не стоит в виде перехода, но вы просто его делаете для того, чтобы страница расходилась по людям. Да, видео нужно для того, чтобы поддержать эффективный охват, и для того, чтобы набирать, ну, можно набирать подписчиков с помощью соцзамка, это жесткий способ, можно с помощью белого способа, с помощью видео, то есть, просто человек посмотрел видео на Facebook, ну, прикольное видео, что за паблик, лайк на паблик. Ну, они, получается, еще и там, как бы, когда еще рекламишься, рука, что, ну, как бы, кнопочка небольшая такая, и некоторые, мне кажется, еще и жмут на эту кнопочку, думают, что они лайкают видео, а на самом деле они сразу подписывают. Ну, там, кто как Facebook знает, да, там, может, кому 60 лет, он думает, что вообще с кем-то переписывается, вот. Ну, факт его, что, допустим, у меня получался рекорд, на видео набирало 43 миллиона просмотров. Вот на видео набрало, и... Это с каким-то посевом по пабликам? Другим? Нет, посева не было, просто... Это все так, ну, на тиму пошло? В паблике было тогда где-то 150 тысяч подписчиков. В среднем набирало видео, там, в этом паблике 30-40 тысяч просмотров. Получилось так, что видео опубликовали мы, оно выстрелило, оно набрало, там, за неделю 43 миллиона просмотров, ну, оно на весь мир выстрелило. А что за тематика видео была? Сейчас расскажу, да. И в итоге за это видео нам принесло за неделю 100 тысяч подписчиков на паблик. Угу, то есть там 250. Да. Практически удвоились. Ну, почти. До этого паблик рос до этих, там, полгода, до этих значений, потом он удвоился буквально за неделю. И это что важно вообще без посева по другим пабликам, без поддержки сайтов, да? Без ничего. Просто вирус власти. То есть, ну, понятно, что ты проблема в том, что ты не знаешь, какое видео выстрелило. То есть, надо пробовать. Когда я постил, я не думал, что оно выстрелит. Ну, видео как видео. В чем смысл видео? Ну, сказ по литератике. Да. Или тему полностью можно сказать, чтобы эта штука уже умерла. Да, для Фейсбук важно три показателя. Ну, там много показателей, но это не самое главное, да? Это репосты, лайки, комментарии под записи. Угу. А комментарии и шейры, а это одни из самых сильных, потому что лайк меньше. Ну, поставить лайк просто комментировать сложнее. Ну, сейчас там уже начались реакции. Мне кажется, вот реакции, которые необычные, лайк, мне кажется, у них вес что-то побольше. Ну, у них даже, у Фейсбука даже есть вес. Если ты увеличиваешь громкость видео, это еще плюс дает. Да? Круто. Даже там банально такие мелочи. А если вырубаешь звук, тогда... Ну, тогда, наверное, меньше. Ну, хотя, если там такая просто... Ну, если ты, допустим, читаешь, да, в какой-то аудитории, там, да, и в библиотеку пришел, то ты вырубаешь его, потому что ты вырубаешь его. В смысле, короче, о чем было то видео, которое выстрелило. Видео было фейковое. Как фейковое? Презентация машины была в каком-то автосалоне, ну, то есть в каком-то, то ли Детройте, что-то такое. Была машина, там, Бугатти, и она типа меняла цвет. То есть шел... Видео от первого лица, человек шел с телефона, снимал вокруг машины, и она меняла свой цвет. А где вы его нашли? Сразу вопрос у всех точных. На Ютубе каком-то, где-то редакторы нашли. Ну, то есть... Причем видео, оно было залито полтора года назад, просто там не свирусилось. Понимаешь, тут смысл, что... А не факт, что видео ты залил, и он сегодня будет вирусным. Оно может лежать год, ничего, а потом резко выстрелится. А не писал-то он, кто заливал на Ютуб полтора года назад? Он потом увидел наши видео. Это когда ты потом видишь, что 50 миллионов человек посмотрел твой видос, а ты его залил два года назад. Тогда этот чувак, кто написал, он какой-то был арат, он написал, что вот вы там такие, взяли видео. Я говорю, ну блин, это не я брал, то редактор брали. Я говорю, ну давай поставим тебе ссылку. Я поставил там, правда, в комментарии поставил ссылку. Но там он еще и получил 1000 просмотров от нас просто. Как физическое лицо, да? Просто его аккаунт в Фейсбуке, например, получил? Нет, мы поставили ссылку на оригинал на его на Ютуб. Мы написали потом комментарии, типа, что вот оригинальные видео взяли тут. Вот здесь можно посмотреть. Но если он подать жалобу в Фейсбук, сейчас Фейсбук нещадно банит, да, за такие всякие вещи? Банит. Но они больше за аудио, я знаю, банят, это точно. Все там, ну, ноют, пишут, короче, по-разному. За аудио, за видео. А за аудио проблемы. Потому что оно было фейковое. И там причем фейк в том, что, ну, это просто было фотошоп обработано, или там автор эффект. Кто-то двигал, знаешь, что-то там, настройки цвета, и менялось там с синего на зеленый на красный. Потому что кроме машины менялись цвета и людей вокруг. Просто машина была большая и все замечали машину, а людей там никто не замечал, но они там были, а тоже менялись цвета. И все писали в комментариях, что это же фейк, блин, это человек постит и фейки. Но Фейсбук понимает, что раз комментируют видео, значит оно классное. То есть люди, которые писали комментарии, по сути, вольно-невольно, они хотели сказать, что это ерунда, не смотрите, но помогали смотреть. Да, да, да. Это круто, кстати. Понятно, что-то есть еще, что-то сейчас вот прям в тренде, кроме вот тестов, которые уже бросают. Видео, ну, картинки сейчас пишут, понятно, что... Ну, видео, вот если мы говорим про видео, то есть важно не просто понимать, что вот есть формат видео, есть там формат теста, да. Нужно понимать, что... Но если тесты не работают, то не значит, что они не работают. Значит, что вот в том формате, в котором они есть сейчас, они надоели. в том-afärе след 3 CHEVER M varios делают. Продолжение следует...